В настоящее время анализ данных будет проникать во все сферы деятельности и нужен будет на любой работе. И tools, которые используются в анализе данных, это Power BI и Tableau. Сегодня рассмотрим Power BI. Язык Power BI DAX основан на языке SQL. Также есть некоторая схожесть с Excel, и в данном случае мы будем извлекать данные из Excel таблицы. Я буду импортировать данные с OECD, это глобальная организация, которая занимается исследованиями уровня жизни и экономики стран. Мы выбираем нужный лист из Excel и загружаем как таблицу данных. Слева на панели вы видите несколько способов отображения вашей даты. Это может быть позднее мы рассмотрим таблицы, как мы их будем связывать для того, чтобы использовать две таблицы. Кто знаком с SQL, я подробнее расскажу. И переходите также на Patreon, там вы сможете изучить подробнее, как строятся базы данных SQL, и работу с базами данных, и связь между таблицами. Так вот, снизу у нас идет связь между таблицами, когда мы будем загружать таблицы из разных ресурсов, связывать между собой, либо ответить на какой-то бизнес вопрос. Именно для этого и предназначен Power BI. Вторая посередине – это сама таблица, вы сможете ее прочитать, то есть Power BI делает вам таблицу более readable. Мы сейчас загружаем Excel. Excel сам по себе, он user-friendly, да, то есть человек может его прочитать. Но у нас может быть любой другой файл – JSON, CSV, в котором вы не сможете так легко прочитать данные. Именно для этого у нас существует плашка-таблица, где будут отображаться более читабельно атрибуты или названия колонки и данные в колонке. Power BI имеет возможность сразу же начать работать с данными. Самое основное у вас в ETL-процесс, ETL – это Extract, Transform and Load, вы должны вначале преобразовать ваши данные, почистить от незаполненных данных и проверить правильность данных. По API, по умолчанию, если нет значения, ставить null. И опять-таки это связано с SQL, то есть вы тогда сможете выбрать те значения, допустим, Extract null, все null в таблице такой-то, и вы сможете с ними что-то сделать. Если вы хотите, вы можете их либо удалить, либо заменить. Далее мы видим данные в финансировании, которые поступали по годам. В таких странах, как Ангола, Албания, иногда эти данные отсутствуют. Именно это показывает как null Power BI. Сам язык DAX берет свои корни из SQL, и любой процесс, который вы хотите сделать с датой преобразования, вы можете сделать в поле, похожем на поле в Excel. То есть вы можете measure, дать название, там, допустим, Average или Summ, в зависимости от того, что вы хотите с данными сделать. Также название колонки вы сможете увидеть во вкладке Column Tools. И здесь у вас есть название колонки, формат колонки, это представляется как Excel, но в том числе и как в любой базе данных вы задаете эти элементы. То есть что вы там хотите видеть, стринг, допустим, название как Direct Investment, или может быть данные как Numeric, цифры, которые будут представлять само инвестирование. Название и Data Type, тип данных, легко изменяются. И лучше устанавливать это заранее, чтобы ваши данные были распознаваемы. У вас есть возможность группировать данные. Вы знаете, что сумма – это один из способов группировки. И у вас есть разные способы работы с данными. Вы можете найти минимум, максимум, Average – это стандартные функции, с которыми вы работаете. Average – это среднее значение. К примеру, это сумма всех значений, деленное на количество значений. Или это может быть сумм, Average, как вы ее назовете. Сложим атрибут 60 и атрибут 40. То есть это будет у нас 60-я колонка и 40-я колонка. И назовем это сумм 60-40. Давайте разберемся со связями между таблицами. Допустим, вы экспортировали две таблицы из разных ресурсов. К примеру, у нас страны с инвестированием в одной таблице и страны с расстоянием между ними в другой таблице. У вас должен быть один атрибут, один столбец. Одной таблице соответствует другой таблице. Это совсем не обязательно может быть одинаковое имя. Желательно, это должно быть ID. Не повторяется и соответствует другому номеру. Но в данном случае мы будем использовать название стран. Нам будет легко их между собой связать. Называется это в базе данных ForeignKey. ForeignKey – это ключ, атрибут одной таблицы, который может искать и быть связан с ключом-атрибутом другой таблицы. В данном случае у нас две таблицы – дата и пивот, и мы их связываем по стране. Страна у нас будет связующий ключ между двумя таблицами. Значит, создать new manage relationships, new relationship. И мы здесь указываем связь между двумя таблицами. Первая таблица – это дата. Мы видим атрибуты даты. Мы видим country и вставляем country. Вторая таблица – это пивот. Мы видим, что во второй таблице название страны – это не country, а column one. И говорим, что это у нас будет ForeignKey, соединяющий две таблицы. Вот эта стрелочка означает, что связь one to many. Справа – единичка. И звездочка означает many или all. Это опять-таки из SQL. Если вы не знаете SQL или хотите его больше подучить, я преподаю также SQL русский и английский. Предпочтительно английский, потому что вся связь SQL написана на английском языке. Все программирование. И это идет из SQL. Заходите на Patreon по ссылочке, и вы сможете там узнать больше про SQL. Итак, вернемся и перейдем к плашке визуализации данных. Значит, визуализация данных может быть абсолютно разных видов. Scatter, чат – это будут точки с двумя осями. К примеру, мы скажем возраст человека и его вес. И, допустим, мы ставим там 30 лет 65 килограмм, 40 лет 60 килограмм. И в таком случае у вас будет такой scatter-чат, точки. Scatter-чат используется для того, чтобы в анализе данных проверить корреляцию. Correlation. У нас бывает позитивная и негативная корреляция в анализе данных. Но сейчас не об этом. Если вас это интересует, переходите на Patreon. Там я больше расскажу о способах и алгоритмах анализа данных. И мы можем выбирать в зависимости от того, что вам нужно. Это ChartPay. И есть определенное правило, какая визуализация для какого типа данных. Для этого тоже можете перейти на Patreon и посмотреть курсы по визуализации данных и алгоритма. Есть также матрица по значениям. Карта хорошо используется, если у вас есть большая основная компания, которая включает в себя дочерние компании по миру. И вы хотите отобразить, допустим, currency или валюту. И сколько у вас profitable. Допустим, сколько инвестиций прошло, сколько прибыли. Для этого вы сможете наглядно использовать карту для визуализации данных. Также вы сможете визуализировать по цветам и выбирать определенные страны. То есть, одним кликом вы сможете выбрать страну и показать ее на дашборд. Также есть легенда, в которую вы пишете, что хотите показать. X и Y и размер полей, которые вы будете вставлять. Это все изменяемо, вы сможете с ними манипулировать. Добавляемые колонки также показываются в фильтрах. Вы сможете их добавлять и удалять. То есть, три основные элемента для вас будут filters, visualizations. Для того, чтобы выбрать правильную визуализацию по чарт, карту или что-то еще. Fields, как данные, которые вы будете выбирать. Значки суммы означают, что эта колонка – это сумма предыдущих колонок. К примеру, column 3 – третья колонка. Это простые данные. Column 30 – тридцатая колонка. Это суммированные данные. Суммированные – это то же самое, что сгруппированные. И группируются данные обычно по каким-то признакам. Также есть возможность Py и R в визуализации, которая вам напишет код, в зависимости от того, что вы сделаете на визуализации. То есть, вы можете в таком случае сделать трансформацию, выделить колонки, перевести их в PyChart, и сам код нажиманием Py или R будет трансформирован в язык Python или R. И рядом с ними есть кнопка анализа данных. Продолжение следует... Продолжение следует...